Привет! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. Сегодня мы разберем один вопрос, который в последнее время я слышу уже несколько раз. Какое правильное отношение к питанию? Не то, сколько правильно есть, как правильно есть, а вот само отношение к питанию. И здесь я хочу воспользоваться примером, особенно для тех, кто знаком, что такое работать и что-то делать на кухне. Вот представьте, что вы пришли на кухню и вы берете обыкновенный кухонный нож, чтобы порезать овощи. Вот примерно так. Самое главное здесь в том, как мы держим нож. Потому что, с одной стороны, мы можем прямо вцепиться в этот нож изо всех сил, вот так зажать его, так что видите, у меня аж костяшки пальцев побелели. Сможем ли мы так долго работать? Скорее всего нет, мы очень быстро устанем и это будет мучительно для нас. С другой стороны, если мы прям вот так расслабим руку, что нож еле-еле держится, мы тоже никакой полезной работы не произведем. То есть, для того, чтобы порезать овощи, мы должны держать нож не очень крепко, но и не очень слабо, в каком-то среднем положении. То же самое относится и к тому, сколько внимания мы должны уделять пище. То есть, нормальное, здоровое, правильное отношение к пище, это когда мы уделяем ей внимание, но не слишком сильно, не вот так. Тогда получается у нас навязчивость. Мы только делаем, что думаем про еду, что, как, сколько, сколько там, в конце концов, килокалорий, много съели или мало. Это вот напряжение. Но если мы все пускаем на самотек, да, вот как мы с ножом отпускаем его из рук, то тогда, скорее всего, мы попадем в ситуацию, когда накопился голод, но еды под рукой нет. Или она есть, но она некачественная. И опять мы либо переедаем, либо едим не то, что хотели, не то, что надо. И питание, по крайней мере, далеко от интуитивного, ну и вообще от более-менее правильного. То есть, правильное отношение к еде, это такое, мы думаем про нее, мы хотя бы планируем, например, завтра будет работа, я буду там-то, там-то с утра до обеда или до вечера. И, скорее всего, примерно раз в три-четыре часа я захочу есть. Будет ли у меня там еда под рукой, если будет подходящая ли она в принципе. Или я иду домой, и есть ли у меня еда дома, какой-то набор продуктов. То есть, это такое, внимание, средние силы. Не очень напряженные, но и не полностью мы опускаем все на самотек. Вот примерно так. До новых встреч в эфире.